Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в гостях Наталья, недавно приехавшая в Соединенные Штаты. То, что мы в переездке галстуках, это просто мы показываем подарки, которые дарят другие люди. Один галстук мне раньше подарили, второй подарили совсем недавно, вместе с горном. Я, к сожалению, не умею дудеть, тем более руки идут. У нас есть горн, и еще мне подарили пачку газет. Это подборка, они пахнут так хорошо, желтенькие такие, как Андропова выбрали генеральным сектором, потом всех остальных, там Горбачева, кого сняли, кого чего. Вот у меня такая подборка газет из Новосибирской, ребята, и там у меня там правда Сибири, там что-нибудь. В Сибири правда отдельная совершенно. Вот, поэтому такая история. Наталья, давайте мы после такого пионерского выступления. Да, сбылась мечта, не получилось стать пионером. Только в Америке друзья. Да, только в Америке не смогли повязать наконец-таки. Откуда сами-то? Я из Северной Осетии, из города Владикавказа. Это вы привезли эту шапку красивую? Да, да. Вот, значит, потому что люди спрашивают, ну правда же это папаха? Они мне все говорят, что это, как это, они говорят, что это парик. Ну что это такое? Какой это парик? Это папаха. Ну конечно папаха, они говорят парик. Ну, не знаю. Вот на Новый год хорошо будет как раз. Дед Морозом? Да. Все с бородой, а вы с париком. Вы объясните, что люди действительно в этом ходят или как-то? Ну, сейчас не ходят. Это часть, ну, костюма национального. А, то есть не то, что идешь там по наличию какую-нибудь? Нет, нет. Ну, вы можете, конечно, встретить. У нас люди горячие. Могут и такое. Вот. Но это именно часть национального костюма. Вы там, конечно, по городу уже не ходят. А где танцуют где-нибудь? Танцуют, конечно. Это часть костюма именно. Ну, друзья. Так что это папаха. Это папаха. Я могу сказать, оно же внутри, вот, посмотрите, оно же внутри вот такое. Это же не то, что парик какой-то настоящий. Да, да. Папаха. Мягкая такая, хорошая. Наталья, вы уже, можно сказать, через папаху засветились у нас на канале раньше. И вы вообще, что приехали-то рассказывать? Исполнять мечту мужа. А сами вы о чем мечтали? А сами о чем? Да, мои мечты, в принципе, уже сбылись. Я вышла замуж, родила детей, все. Много детей-то? Двое. Двое. Пока что двое. Какого возраста много детей? Шесть лет девочки, дочки нашей. И три годика вот совсем недавно, 16 ноября, исполнилось нашему сынишке. Они пока во Владикавказе с бабушками, с дедушками развлекаются. Они присылают нам фотографии. То есть у вас горец растет, молодой? Да, да, да. Это такой... Джигит. Настоящий, да. Ну, казачьи корни имеют джигит немножко. Хорошо. Так вы как попали в Америку-то? Ну, не кидите, что с самолетом, а в смысле, вот, в более широком смысле? В более широком смысле мой любимый муж заполнил заявку, и мы выиграли грин-карту. С первого раза? С первого раза. Все наши знакомые уже не один раз пробовали. Муж заполнил, с первого раза выиграл. Так, а что же он раньше не заполнял? А раньше как-то, ну, он работал тогда военным врачом в российской армии, и как-то... А с виду такой мирный человек. Ну, он мирный, он поэтому и ушел оттуда, видимо. Так он врачом прямо шелся? Со скальпелем там бегал или как бы там? Ну, скальпелем у нас все дома есть, и все это у нас можно... А карташи точить? Ну, нет, операцию можно на дому сделать, если что. То есть, приходилось? Ну, слава богу, нет, но все... Так он в военном госпитале, я извиняюсь, он раненых там, что ли? Ну, это тоже бывало. Бывало. Бывало, да. Ну, хорошо, давайте мы к мирным делам, кто меня уже напугали. Поэтому и не заполняли, а как только он ушел из армии, он сразу... Демобилизовался. Демобилизовался, и как только можно было уже нам быть выездными, потому что военные не имеют права как бы выезжать. Но, с другой стороны, у него нет такого, что он там потом пять лет не может куда-то выезжать. Ну, три года у него выезжать. Есть такое, да? Да, три года у него выезжать. Хорошо. В Советском Союзе могли вообще всю жизнь не дать выехать. Да, да. Ну, ладно, значит, а вы по-английски-то раньше приходилось вам, как-то можете изучать? Я учила всегда французский, потом полгода в институте я учила английский, мне захотелось. Да, полгода. Ну, год я учила английский. Вот если я так вот вас встречу, на улице скажу, команда сама. Что вы мне скажете? Сава бьен. Наш человек. Так. Хорошо. Плохо не бывает. Здесь может быть плохо. Хорошо. Сава бьен. Ну, дальше мы... А вы приходилось во Франции где-то тренироваться там? Нет, не приходилось. Только на соотечественниках? Да, только на соотечественниках. Это пока что. В Париж это моя мечта. А тут можно в Монреале поездить. Я знаю. Там, да. Тут рядышком, да. Можно будет. Хорошо. Вы учились чему в институтстве? Ну, сейчас. Вообще в институте я училась на инженера, электрика по высоким токам. То есть высоковольница? Высоковольница. А что родители вам сказали? Иди, дочка, учись, будешь под высоким напряжением работать. Нет, родители сказали, делай что хочешь, потому что это родители вообще в уморок чуть не упали. Я собиралась на технолога об родильных производств делать вино. У нас там укоры. Слушай. И что же вы не пошли? Ну, тут муж сидит. Я не могу это рассказать. Ой-ой-ой. Так получилось. А какая могла быть жизнь, друзья? Да ладно. Прекрасная. Мне его дедушка потом очень помог в учебе. Вряд ли бы. Энергетикс тоже? Да. Да. Мы с дедушкой прям вот хорошо закончили вуз на красный диплом. Хорошо. То есть вы красная дипломница. Да. Вот мы тут с красным галстуком, с красным вымпелом тут на горне. Горн 78-го года, друзья. 78-го года. Это нас еще не было. А я только институт закончил. О. Хорошо. Значит, еще пионеры вовсю маршировали по стране. Вот. И, кстати, галстуки тоже еще до развала СССР. Еще когда-то все по-настоящему было. Значит, и так. Ну, выучились. Выучилась. Ну, еще на вас там высокого напряжения не хватило, что ли? Нет. Меня просто прям с защиты диплома я написала уже заявление о приеме на работу. Мой научный руководитель присутствовал на защите диплома, подошел и сказал, пошли в аспирантуру. Я испугался. Вы сказали, там меня прямо с защиты диплома не жили в роддом. О. Ну, то есть в аспирантуру. Нет. В аспирантуру, да. В аспирантуру. Закончили? Закончить закончила, но в последний момент не стала защищаться. А что? А я вот беременная была. А, все-таки, значит, наступил момент. Да, наступил этот момент. И уже не до этого. И, нет, не согласился мой научный руководитель, сказал, Наташа, я за тебя боюсь, ты разволнуешься и мы прямо родим, прямо там. Я боюсь и вот. Приличный человек. Да. Вот он за меня очень раз переживался и сказал, я не могу брать на себя такую отношенность. Итак, родили вы, это первенький девочка? Да, девочка. Шесть лет назад? Да. Родила ребенка, так. И уже не до учебы, не до работы. Нет, почему? До учебы, до работы. Так закончили аспирантуру? Закончить я и закончила. Но не пошли. Защищаться уже не получилось, потому что муж выиграл грин карту. Но у меня как получилось. Подождите, я ничего не понимаю. Шесть лет назад вы родили ребенка, это примерно когда вы закончили аспирантуру? Нет, я тогда училась в тот момент еще в аспирантуре. У меня есть декрет, а в декрет получилось. Вот так вот. То есть, вы так три годика подождали и снова. Ну, я понял. Значит, когда муж выиграл, это когда было? Это в прошлом, а два года назад уже, да. То есть, полтора? В мае. В мае. Полтора года назад вы выиграли, а что же полтора года ехали-то? А мы еще, почему полтора? Не знаю. Мы в Москву переехали сразу. Как выиграли? Как выиграли сразу буквально. Это чтобы вас там не порезали джигиты какие-то? Нет. Это чтобы вот прям рядышком с посольством быть и вот. Друзья, удобство с дорогого стоит. Да, да. Но еще по работе я хотела большего развития. Подождите. Так вы работали или вы с детьми сидели? Из декрета в декрет? Угу. Я работала сразу. Я в декретах-то особо не сидела. Я... Что-то у меня развалилось. Училистная энергетика, забеременела, аспирантуру закончила. Второй раз забеременела. Второй раз забеременела. Что делала? Вот между первой беременностью и второй? Работала? Да. Между первой и второй беременностью получала очередное образование. Уже свое хобби переросло именно в профессию. На массажиста училась. А раньше было хобби? А раньше было как больше хобби. Пятками там кого-нибудь? Папу, да. Папу. Хорошо. Я тоже когда маленькая дочь была, она по мне ходила. Да. Вот с того и началось в принципе. Хорошо. Теперь, значит, обучила... Это учиться надо на массажиста? Конечно. А это какое-то серьезное образование или так быстренько пару месяцев? Нет. Это серьезное образование. Я вообще уже даже здесь успела у вас поучиться. У меня? В Америке. В Америке. В Америке. В Калифорнии я уже успела поучиться на мастер-классе у доктора Лонга. Вот китайский массаж. Да. Просто замечательно. Народа много было? Ну, нет. Там был у меня индивидуальный урок. Получилось. Так. Мне очень повезло. И сразу практика, и обучение, и под руководством. Ну, хорошо. До Америки мы сейчас доберемся. Значит, вы уже, грубо говоря так, вы работали уже в Нальчике массажистов или нет? Во Владикавказе. Во Владикавказе. Конечно. 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 Работали. Да. А вы кого? Тетенек или дяденек или деток? И деток, и тетенек, и дяденек, и, как вам сказать, людей, которые пережили инсульт. Я несколько человек. То есть, такой терапевтический массаж. Терапевтический. Да. Некоторым людям помогла даже после этого дела встать на ноги. Вы не спортсменка какая-то по жизни? По жизни, да. Спортсменка. Какая? На самом деле. Да, и в школе, и в институте то баскетболом, то волейболом занималась, то карате я занималась. То есть, вы не были там какие-нибудь мастеры спорта? Нет. Нет. Это, к сожалению, нет, потому что у меня всегда было учиться, учиться еще раз учиться. Ну, как здоровее будете, ничего не переломали, хорошо. Нет, переломала, но это... Ну, это по-другому поводу. Да. Хорошо. Значит, итак, а муж что говорит? Иди, говорит, жена, массируй всех подряд. Или что он говорит? Или говорит, раз мечта, давай, говорит. Ну, это, да, в принципе, это его даже больше. Или говорит, там денег больше платят, давай туда. Ну, в принципе, да. Платят денежку? Конечно. Хорошо. А, все-таки, это не общее оздоравливающее, а такой, как бы даже лечебный массаж. А это не требует какой-то квалификации такой, ну, ближе к медицинской, там, физиотерапия какая-то? Я также обучалась в институте спортивной медицины, потому что он так назывался. Повышала квалификацию? Да. Повышала квалификацию. Конечно, это постоянные курсы. То есть, серьезное дело? Конечно. Постоянные курсы, постоянное повышение квалификации. Хорошо. Все серьезно. Хорошо. Приехали в Москву, бросили всю клиентуру, значит, там, где вы сказали, называется город Кавказ. Ну, да, во Владикавказе. Как он раньше назывался? Арджоникица. При большевиках тут. Арджоникица. Арджоникица. Вспомнил, да. Окей. И, значит, в Москву приехала. Ну, как клиентов новых? Да, замечательно. Устроилась на работу в два места. И наработала… Какие-то массажные кабинеты? Фитнес-сал один. Так. А второй именно салон красоты. Там именно при салоне красоты. Мужики или женщины? Женщины в основном. А что вы вот это вот тут массировали? Мужчины очень любят массаж лица, массаж головы, массаж шеи. Да? Конечно. А какие мужики-то пошли? Да, да. Мужчины сейчас гораздо больше времени тратят на уход за собой, нежели чем женщины. Это я как человек, который поработаешь в салоне… Оказалось бы так. И статистику проведший. Мужчины сейчас больше за собой ухаживают. Мужики? Да. Так, значит, ладно. Так вы год в Москве поработали. Да. Так вот не то, чтобы так в подробностях. Ну вот, например, если нормально работает, как бы не сачкует массажист, сколько он в Москве сегодня может зарабатывать? Вот так, чтобы руками забрать. Ну вот, смотрите, по курсу до кризиса это было, ну, в переводе на… Рубли на доллары. Рубли на доллары. Да, это было 200 долларов в день. В день? Это хороший день. Тысяча долларов в неделю. Четыре. Да, это хороший день. Так. Сейчас, к сожалению, из-за курса получилось 100 долларов. Ну, даже две тысячи в месяц. Ну, хорошо, хорошие, но пусть не две, там 1500. Ребята, которые думали, что, может быть, в тестеры там… Ну, если только хилые, а которые покрепче. Ты смотри, какая перспектива-то открывается. Да, я могу научить, кстати. Ну, вы уже уехали и уже уехали, пусть там другие обучаются. Обучают, а вы будете здесь, там, у доктора Лонга… Повышать квалификацию. Тут еще много у кого есть, можно повысить. Хорошо. Как давно вы пересекли границу Соединенных Штатов по воздуху? По воздуху мы прилетели 11 ноября. Чего много-то все? 11 ноября. А сегодня? 23? 23. 12 дней. Угу. Что вы успели за 12 дней? Жилье сняли? Да, сняли жилье. Даже два поменяли получилось. Ну, давай так, вот там, где вы сейчас живете. Да. Вы что сняли? Мы сняли комнату. Так. По чему? По чему сняли комнату? У меня просто этим всем муж завидует. Ты сейчас 150 комнат? Ты сейчас 150 комнат? Ну, двоих. Да. Там санузел отдельный у вас, собственно, или там где-то? Нет. Ну, у нас, получается, с девочкой, но она с утра в 8 утра уходит. Я не знаю, во сколько она возвращается. А у девочки еще комната? Да. У девочки еще комната. Еще мальчик. Подадите, а они откуда? Это не наши вот, не школьные? Нет. Не наши ребята. Хорошо. Но они не русскоязычные? Нет. Ну, и отлично. Будете на них практиковаться. Да. Хорошо. Можете их заодно отмассировать. Так. Так вы как давно переехали туда? Туда? Туда, получается, 17-го числа мы туда переехали. 17-го. Отлично. Теперь, вы не завели часом автомобиль? Еще нет, но мы в процессе. То есть, план есть такой? Ну, конечно. Мне даже сегодня наш соотечественник позвонил по поводу массажа, спросить. И мы, ну, как всегда, получается не только по поводу массажа поговорить. Заговорили о том, что мне нужна машина. И оказалось, как говорят, случайно, но случайностей в этом мире не бывает. Вот. Он говорит, окей, я как раз занимаюсь машинами, Наталья. Вы мне массаж, а я вам с машиной помогу. Ну, в общем, надо посмотреть, что получится. Ну, это да, да. Не гарантированно. Но, с другой стороны, если плохо поможет, тогда пусть не обижается. Да. Ну, действительно. Да. Ну, хорошо. Значит, а какую вы хотите машинку? План какой? Ну, план какой. Чтобы ездила пока. Хорошо. План такой. Когда вы собираетесь деток двоих привозить? Ну, хотелось бы уже все-таки в январе привезти. То есть, вот, буквально после Нового года. Да. После Нового года. Хорошо. Но тогда вам надо какое-то еще жилье, наверное, да? Это мы будем, да, снимать уже отдельно. Угу. Квартирку. Будем. Апартмент. Мне сегодня позвонили, вот там наши ребята живут, и говорят, а вот, кстати, ну там они референс брали, там, и говорят, кстати, если вот хотите, там, может у вас кому-то надо, вот у нас два бедрума, два басрума, там, хороший комплекс там все-таки, три тысяча, две девятьсот. Угу. Я говорю, а сколько народ пускаете? Они говорят, четверых. Угу. Вы знаете, что два, по-моему, три бедрума даже. А зачем? Чуть ли не три бедрума. Я четверых в три бедруме как странно какое-то. Ну, несу у тебя просто так рассказывать. Угу. Угу. Четверых выпендриваются. Ну, четверых на три бедрума это как-то жирновато, 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 да. Если в один бедрум, и все. Ну, вот это очень хорошо. Значит, это по-нашему, да. Значит, теперь, так план-то на жизнь какой? План на жизнь какой? Да. Ну, вы хотите вот этим и заниматься, вот этим массажем, массажем? Не только массажем. Так. Только массажем. Я такой знатный кулинар. И я вот тут увидела такую... Один недочет. Я, как бы, положительная во всем. Но наших осетинских пирогов здесь вот нет. Так вы хотите ресторан открыть? Да. Пироги Осетии? Да. Было бы неплохо. Ммм. А я, честно говоря, не знаю даже, что это. О! Я вас поняла. Подождите, а северо-осетинский пирог, он отличается от, допустим, грузинского? Да. Немножечко отличается. Отличия есть. Вот я принесу, вы попробуете и скажете, в чем отличие. И что было бы ближайшим аналогом северо-осетинского пирожка? Угу. Угу. Не поверите, пицца. Пицца? Пицца, но закрытая. Вот есть итальянская закрытая пицца. А внутри сыр? Внутри там сыр с различными там зеленью. То есть, не для похудания в целом? Нет. Ну, а зачем для похудания? Я же прекрасно делаю потом массаж, который похудеет. Эммм... Подождите. А вот давайте так. Эмм... Ну, вот пирожки. Но все-таки, когда человек делает массаж, так? Здесь массажист очень прилично может брать. Вот я знаю людей, которые не самый высший там пилотаж, они берут там по 70 долларов в частном. Это очень высоко. Нет, нет. Нормально. 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 Ребята, у них уже опыта много клиенту. Когда клиентура становится больше, он уже новым, который приходит, но он потихонечку повышает, повышает. Вот он когда-то начинал там за 35, помню, за 40. Потом он тогда рос до 70, там лет за 10. Но я просто чему рассказываю, что это же не то же самое, что на пирожках ты столько не заработаешь. Это вы можете гостей собрать или там, допустим, человек выползает еле-еле помятый, а в МРС пирожок. Ну, ресторанчик, ресторанчик рознь на самом деле. Вот у меня всегда просто мечта своего рода была. Такое уютное. Общепитик свой такой. Такое уютненькое, красивенькое, свое. Куда вот приходят семейные пары. Такое фермерное пространство. Ну, да, да. Что-то такое очень уютное, теплое. Здесь есть афганские. Немного совсем. Сейчас я думаю, афганские, иранские. Это не совсем уж прямой аналог, конечно, нет. Но вот так, что вот, допустим, армянские или грузинские, такого нету. Нет. Азербайджанского тоже нет. Это не Москва. Вот. Тут такого нет. Ну, вот. Максимальное приближение это будет афганское и иранское. Иранского много. А есть еще греческое. Но это редко тоже. С трудом найдешь там. Ну, тут китайского очень много. Я заметила. Ну, это китайское. Ну, это китайское далеко от североосетинской. Ну, это да. Хорошо. Значит, так вы хотите еще и ресторацию? Да. Хотелось. Большие планы. Ну, хорошо. Ладно. Но пока что вы так именно вот мутузите народ там. Да. А сколько человек может выдержать вот, допустим, массажей в день? Ну, допустим, там по 45 минут, по 50. Вот человек стоит, у него стол. Приходят люди. Лег один от мутузель. Лег второй от мутузель. Лег третий от мутузель. Сколько можно выдержать в день? Ну, в салоне бывало и по 10 человек в день. Лег от мутузель. Лег от мутузель. По часу. Ну, когда есть там различные. Есть, которые полчаса длится, допустим, отдельно массаж спины. Есть там просто на шейно-воротниковую зону пришел. Часовых больше, чем 4. В принципе, не нужно брать. Это не будет таким качественным массажем. Когда я слышу, что массажисты говорят, что я 10 часовых нормально в день делаю. Устает. После пятого массажа уже идет, человек не отдает энергетически, он не может. Надо рюмочку. Ну, не рюмочку, но просто надо понимать, что это уже не будет. Тяжело, тяжело. Энергетически. Человек должен делиться энергией. Нет столько энергии у человека на 10 часовых массажах. Хорошо. Теперь, вот вы уже кого-то там отмассировали. По-моему, чуть ли не на второй день. Там были прямо в аэропорту. Там что-то как-то очень быстро. В самолете. Прям в самолете была идея. Люди летят долго. Надо пройтись. Да, но вот языков не знали, запутались там в этикетках. Хорошо. Да, да. Как скоро вы первого человека здесь? Ну, чтоб не соврать, на третий день, по-моему. Откуда взялся клиент? Из интернета. Такое маленькое объявление. Даже там не объявление. Я на коммент. Я на коммент ответила девочке. Девочка искала, говорит, хочу салон с русскоговорящими, туда-сюда. А я ей просто написала. Я говорю, салон не обещаю, но вот есть массажисты. Руки есть? Да, руки есть. Могу то-то-то. Я много чего во время работы в салоне так подсмотрела. Она училась, знаний много не бывает. И вот эта другая девочка мне пишет, ой, а я хочу. Я говорю, ну давайте, приеду. Хорошо. То есть вы, можно сказать, первые трудовые доллары уже, так сказать, оприходовали. Ну что же, хорошо, ладно. А я просто думаю, ну вот нас ребята смотрят, у нас там, на самом деле, не так много местных, но есть. Поэтому, уже в практическом плане. У вас же нет веб-сайта своего, да? Или что у вас есть? Человек хочет вас сконтактировать, сказать, приезжайте отмутусьте меня. Ну, Facebook можно мне написать, можно ВКонтакт написать, можно E-mail в резюме обычно. Ну вот у меня в Фейсбуке есть мое резюме, и там есть мои контакты. Как со мной связаться? Все это есть. Ну хорошо, знаете, что мы сделаем? Вы тогда, вы дайте мне Facebook и дайте мне E-mail. Я тогда под видео поставлю. Замечательно. Потому что, а что, действительно. Только давайте-ка вот, может быть, некоторые тонкости по массажному делу. То есть вы так упомянули, что вот можно так помассировать, что человек худеть должен с этого. Да. А что происходит? Что нужно человеку вот такой намять? Или там энергию ему куда зафигачить? Что он есть перестанет? Во-первых, из-за чего мы поправляемся? Для начала я с человеком веду именно обзорную такую беседу. Сразу определяю, чем человек занимается, какой образ жизни ведет, активный, неактивный, какой у него вид работы, были ли стрессы в последнее время или нет, чтобы понять, из-за чего, в какой момент пошел рост веса. Это очень важно определить. И уже оттуда мы начинаем своего рода вот как лечение. Ну, хорошо. Давайте со мной. Вот у меня 30 лет был один и тот же вес примерно. Я не менялся ни в размере штанов, там рубашки и так далее. Все было вот примерно так держалось. Ели как? Вот что хочу, то и ем. В принципе, да. Вот такой метаболизм. Метаболизм. Больше того. Вот, например, если я в субботу и воскресенье в субботу пошел в гости куда-нибудь и вечером там в воскресенье в ресторан. И смотришь там за выходные паундов, ну, фунтов вот этих, да, там, ну, 8, а то и 10. То есть, скажем, 4-5 кило набрал за выходные. Потом за неделю уходит и все как не было. Так потихоньку, тю-тю-тю-тю-тю. Вот. Может там воды больше там, я не знаю откуда. Но вот так было. И так я жил много лет. Пока. Мне не стали. Ну, поскольку у меня последние лет пятнадцатом у меня, значит, диабет. Но он был второго типа там, без инсулина. Но в какой-то момент мне говорят, ты знаешь, что, мужик, надо тебе инсулин. Значит, инсулин. Попробовали один, попробовали другой. Тут аллергия там, еще чего-то. Короче, выбрали такой, где нет аллергии. Но. У него побочное действие. Вот вес набирается. И я набрал худо-бедно килограмм, наверное, 6-7. Который никуда больше не уходит. И я не знаю, что с этим делать. Это массажно как-то рассасывается. Так. Потому что это все-таки системного уровня, мы понимаем. Ну, вот эти 6-7 килограмм, они у вас стабильно. Вот. Вот висят никуда не уходит. Висят и никуда. Но больше вы… Нет, больше нет. Вот ваш вес. Да. А с диабетом мне бы лучше потерять 10, чем приобрести 6. Ну, это конечно. Это конечно. А в какой зоне они больше у вас? Я так понимаю. Ну, живот. Вот тут брюхо. Я в зеркало на себя смотреть не хочу. Я вот видела ваше… Я такой был симпатичный раньше, да? Ава! А сейчас не хочу смотреть. В видео вы там себя курочкой копченой, говорят, баловали, да? Или не кушали вы? Кушал. Кушали, да? Копченую курочку кушали. Что людям кушать? Это очень важно. Ну, я мясоед, в принципе, такой. Но я не ем говядину, допустим. Я больше курочку. Там могу индюшечку, там, допустим, птичку в основном. Птичку. Кожурочку снимаем с птички или вот прям с… Да, как есть там. Ага, замечательно. Потом, значит, что? Я могу колбаску поесть, там, копченую. Например, там, пол копченую. С удовольствием. Ну, я не съем палку там за раз. Ну, там, сколько съем. Угу. Что еще? Что из круп любим? Из круп? Что жена дает? Что жена дает? Жена дает, например, перловку иногда дает. Угу. Замечательно. Гречку. Угу. Угу. Белый рис не дает, надеюсь? Браун раз дает. Браун можно. Коричневый. Браун можно. Я даже, когда вот в ресторан иду, я не беру суши, я беру сашими. Угу. Беру просто рыбку там и так и… Угу. Нет, я стараюсь углеводы избегать. То есть, я мало ем углеводы. Это очень хорошо. Вот. Так. Жиры, наверное. Жир… Я не знаю. Понимаешь, что получается? Ты, если ты, например, там, посолил себе суп, да? Эта соль никакого значения не имеет. Но если ты взял банку… из банки огурец, понимаешь? Или ты взял… Два дня это задерживается вода. Ну, или ты взял горошек даже. Например, горошек там, я имею в виду, с пельмешками. Горошек, знаешь, пельмешки, тут горошек зеленый и майонез. Какой майонез? Ну, что? Для вкуса. Для какого вкуса? Ну, а с чем вы предлагаете пельмень-то есть? Я вообще предлагаю пельмени не есть. Вы жестокая. Вы не помните жизни в СССР-то. Но пельмени… Я человек, который с 12 лет борется с лишним весом. Так. Вот. Сознательную борьбу ведете? Нет, не сознательную. Я просто… Я сама очень всегда люблю покушать. Друзья, пельмени не ест. Нет. Я их не говорю, что я их не ем. Я ем их и плачу. Это другое дело. Я тоже переживаю. Нет, я очень редко ем. Я, может быть, раз в месяц ем пельмень. А я не могу себе это позволить. А я могу, у меня все равно он вес не выходит и все. В общем… Массажные решаются такие задачи? Массажные решаются, но плюс прикладывается все и все равно просмотреть физическую нагрузку – это очень важно. Вы в основном за рулем, пешком? Ну, какая там нагрузка? Да. Пешком? Немножко можем погулять. День? Зависит. День? Каждый день? Ну, немного. Каждый день? Нет, немного. Немного. У меня тренажеры дома есть. Ой, замечательно. Я могу там какое-то количество… Можете, но сколько вы занимаетесь? Ну, я примерно так, с утличка, там, король и калорий 200 сброшу и пойду. Угу. Еще раз, немного, просто для тонуса. Ну, чтобы проснуться. Можно так сказать, да. Вот сонные, станешь сонные, да? Да. Да. И опять… На Elliptical. Знаете Elliptical? Да, конечно. Вот я на Elliptical, он так быстро там набирается усталость. Да, да, да. Это замечательно, что у вас есть тренажеры, но у вас, видимо, надо все-таки немножечко пересмотреть питание, потому что нужно понять, в какой момент именно… Я ем очень здоровую пищу. Мне жена дает с собой, с собой. Угу. Так? А группа крови какая у вас? Я не помню. Ну, вообще, какая-то неплохая, не помню. Ну, первая. Если первая вам прощается, что вы мясоед, если вторая, то я вас… Жена лучше знает, я не знаю. Вот спросите у жены, если у вас вторая либо третья группа, то, к сожалению, вы пока не станете хотя бы себя ограничивать и не уйдете в вегетарианство, то вес не уйдет. Вот. Я тут был две недели в вегетарианском санатории. Угу. На второй, на третий день, значит, начал терять в весе сильно. Каждый день, ну, пару паундов, так как минимум. Значит, единственное, что мне не нравилась моя физиономия, после того, что она выгодит мне такие душки. А это массаж надо делать, чтобы… Ну, я уж не знаю. Вот я считаю, что когда человек здоровым образом худеет, то как-то вот команда всему организму идет и все стягивается так естественным образом. А тут что-то такое начали выдирать из организма. Первым делом вода ушла. Угу. Там за пару дней, потом, значит, там все остальное. И… Лиско нельзя вегетарианство уходить. Это плохо. И этот вот врач. Это веганство было. Угу. Веганство. 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 Врач, вот такой вот, глист по-нашему. Значит, ну, вообще, ну… И, значит, он говорит, вот тебе, говорит, у тебя лишнее, там, что-то, 20 килограмм. Я ему говорю, мужик, я говорю, да если с меня 20 килограмм снять, ты знаешь, что будет? Он говорит, будешь как я. Я говорю… Я говорю… Ты такой… Господи, уже… Зачем же так-то? Уже экстрим такой. Ну, в общем, да. И было очень здорово. Я любил эту еду. Мне очень нравилось. Но вопрос в том, что, когда мы вернулись, и это получается, жена должна целый день только готовить. Надо каждый день купить свежее, надо там обрезать всякую ерунду. И все это… Вся жизнь только вот на этом. Понимаешь? Это невозможно поддерживать лайфстайл. Вот у нас в Москве с этим проще. Так. У нас многие предприимчивые… Может быть, Елена Малышева такая есть у нас на Первом канале. Такая смешная тетка. Да. Смешная тетка. Каждый раз народ веселит. Это вообще… Но она в чем молодец? Она разработала свою диету, да. Но человеку не надо стоять готовить. Приехал к ним в офис, взял вот… Коробочку. Вот там уже все готовы. В этом санатории так и есть. Да? Те, кто там живет или где-то относительно недалеко, они могут прийти, взять коробочку и уйти. А в Буэрии такого нету. Ну… Поэтому я бы с удовольствием бы питался с этим. Мне нравится. Я с удовольствием… Елкаши всего там, зеленюшки всякие. Я там научился кейл, там… И что там еще… Всякие эти зеленюхи. Отлично. Ну вот, видимо, у вас все-таки либо вторая, либо третья группа крови и вам-то надо как-то срезать мясо. Слушай, кровь мясо менять не будем переливать? Ну, нет. Ну, на первую как мы уже поменялись. Я шучу. Я шучу. Значит… Ну, хорошо. То есть, вот получается, что массажем так не пробиться. Питание подключать надо. А вот у меня жена. Мы сейчас ходили вместе на тренинг психологический. И у нее какой-то сигнал туда пришел, а обратно спустилась. И она теперь каждый день… Я не знаю, как на весах, она на весы не становится, но она как-то ужимается, ужимается, ужимается. И очень серьезно ужалась. Я могу так вот… Я чувствую. Вот. И в зеркале видно хорошо. Кожа себя приедет. Изумительно. Изумительно. Не виснет ничего. Не виснет, прямо как у бабички. Как у бабички, понимаете? Замечательно. И я думаю, может быть, можно как-то так отмассировать, что оно тоже само на место встанет все. Можно, конечно. Сигнал послать туда энергетически. Это скульптурирующий массаж называется специально для придания именно красивых форм телу. Да мне бы не в форме. Мне бы вот паундов. И паунды уходят. Уходят. Вот у вас, может, нет много паундов. Это вы его так или он сам? Нет, это он сам, но у него зато нет проблем со спиной, у него нет проблем с ножками. Так молодой еще? Ну, как молодой? Ну, он, может быть, притворяется. Я иногда думаю, что он все-таки нет-нет, притворяется, когда он, как этот мультик, как назывался, Карлсон. Я самый больной в мире человек. Все, мне все что, варенье, да? Вот ему, мне нужен массаж. Вот. И мне иногда кажется, что где-то он... Ну, он как медик. Он вас не выхихикивает, вот что вы там творите? То есть он говорит, что это реально все можно? Конечно. А сами это дают иногда? Вот тут нажми ему, тут нажми. Да, да, конечно, конечно. Еще руководит. А вы можете иголками тоже? Иголками, к сожалению, пока что нет. Но я думаю, здесь я найду себе учителя. Это в планах. Тут есть такие учителя. Это у меня в планах. Потому что, как я сказала, я постоянно учусь новому, повышаю квалификации. Значит, пришел в ресторан к вам. А вы ему раз иголка, два иголка. Так, и сюда парочку. Вот так, от полысения. И пусть пока кушает пирожок. Понимаешь? Удобно. Удобно? Конечно. Хорошая идея. А еще током пропустить вообще. А, ну да, я как инженер-электрик могу... Нет-нет, там сильно точно нельзя, там слабые токи. Так я и по слабым токам. Хорошо. Хорошо. Так, ну хорошо. То есть, вы развиваетесь в сторону, значит, ресторанно-массажного обслуживания. Так, супруг из докторов чего будет делать? В Тескора мечтает. Это вот. Ну, он родился, у меня ощущение, с компьютером. Я не знаю, зачем он... В колыбельке. Да, да. Вот. Я вот этого человека, как мы познакомились, я только помню вот его горящие глаза и вот компьютеры. И все. Как же он врачом-то стал? Ну, родители всегда мечтают о чем-то таком вот для своих детей. Ну да, родители станут старыми, он будет их лечить. Да. Они хотели семейного. Вот они так и... Вот у нас будет доктор. И теперь я заменяю это. Это прям как еврейское наследие. Там либо доктор, либо адвокат. Ну, типа такого. У него просто очень был знаменитым психиатром у в Северной Осетии. Ой-ой-ой. Обычно, знаете, психиатры тоже не каждый пойдет. Может быть, это предрасположенность какая-то. Ну, не знаю, не знаю. Да. Ну, вот. Ну, хорошо, ладно. Должен был быть психиатром, как-то не сложилось. А что? Ну, вот. Конечно, тяжело с психами-то. Ну, да, да. Ладно. Значит, муж в тестеры. А причем вы по-английски как? Муж замечательный, я лучше. А каким образом он замечательный? Вот, со скальпером-то, как он там с этим, с молоточком скал по-английски-то? Нет, ну, он-то не пойдет во врачи здесь. Нет, нет, я понимаю. Но, каким образом, занимаясь медициной, он оказался… А, он закончил английскую школу. В детстве? В детстве, да. Это дорогого стоит. Да, он закончил английскую школу в свое время и пошел себе медициной. Я когда пришел в математическую школу, в девятый класс, там у нас было много ребят из языковых школ. Из английских, французских, немецких, вот в Москве разные есть. И вот, значит, и я там от них перенял. Вот какие-то такие фразы интересные. Вот, например, там «Без кайфа нет лайфа, хоть фейсом аптейбл». Хорошие выражения. Вот, это нужно, конечно, общаться с разными людьми в английских школах. Ну вот, видите, помогу вам. Вы уже знали… О, пару слов, да. Наша дочь, которая закончила пять классов в английской школе, когда сюда приехала, месяца через два уже абсолютно влилась как бы в строй. То есть это неплохо, это хорошая подготовка. То есть там немножко там болезнуть. Ну да. Ну что же, так чего? Может, вы поделитесь чем-то из опыта эмиграции? Вы уже тут две недели? Опыт, опыт. Ну, потому что через три месяца вы уже не вспомните. А через три года так и вовсе. Ну, не знаю, что именно под опытом. Ну, вот что-нибудь такое, что вы с этим столкнулись, а ребята, может быть, им полезно будет. А, полезно. Вот что касаемо продуктовых магазинов. Вот. Очень полезно. Мы уже знаем, где что лучше покупать, где какие акции. Откуда знаете? А как вот муж выиграл вообще вот Green Card? Заранее знали. Я сразу… Продукты питания в Америке, а там очень много наших девочек, выходцев из России, которые очень любят себя снимать в продуктовых магазинах. Так и я снимаю тоже. Вот. Рассказывать, где что. Ну, мы приехали… На YouTube. Да, на YouTube. Мы уже знали, что туда ходите, туда не ходите. То есть уже конкретно из Бэйри? Да, да. Вот мы уже знали. Очень расстроились, когда узнали, что здесь нет магазинов «Алди» называется. Во Флориде есть «Алди». Ну помилуйте. Или здесь есть уже? Мы их просто не нашли. Нету, но здесь есть свои. Ну да, да. Ну вот нам хотелось все-таки в этот… она прям про него так рассказывала, что вот аж захотелось прям в него прийти. Не жалей. Ну я тоже так думаю. Мы уже столько всего… Тут есть, тут есть. Да. Узнали, что здесь много русских магазинчиков оказывается. Не безумно, но есть, да. Так подождите, где вы поселились в итоге? Город какой-то? Маутинвью. Ну… Далеко отсюда? Сколько минут? Минут пятнадцать? Полчаса. А, полчаса. Ну если быстро идти, как мы сегодня шли… Ну хорошо. А какие, примерно, улицы там рядом? Мы на этой, как я… Вилла-стрит. А, это с той стороны. Ну хорошо, значит, в принципе, тут есть русские магазины… Не русские, я извиняюсь. Популярные среди наших магазинов овощной. Вот прямо здесь недалеко. На улице Калифорния. Очень-очень популярная коровка с коровьей мордой. Такой называется «милкпейл». А мы знаем «молочное ведро». Вот этот магазин, да. Значит, с ведром туда не ходят. Ну а наша, как же, сожительница сказала… Не сожительница. Ну да, да. Румейка. Румейка, да. Она, наверное, молочное ведро почему-то называла. Значит, так вот этот «милкпейл». Очень шикарное место. Есть китайские очень сильные магазины, очень сильные. И мясо, и птичка, и… Ну, может, вы не кушаете такое… Рыба. Рыбу кушаем. Кушаем, рыбу кушаем. Но в этих китайских магазинах очень холодно. А еще и воняют рыбы. Воняет. Да ладно, это одно воняет. Там холодно безумно. Так и в американских может быть холодно, если в такое место придержите морозить. Ну, не знаю. Там в китайских прям… Ну, один здесь потеплее китайцев. Хорошо. Там нашли овощи прям такие замечательные. Хорошо. А фармерсмаркет не освоили еще? Освоили, освоили. Ну, там не так дешево. Ну, там не дешево, да. Ну, свежо. Ну, да. Ну, что же, то есть, можно сказать, жизнь налаживается. Конечно. Уже попривыкли даже так. Хоть и мало времени… Ну, нет ощущения, что вы как-то в отрыве от Родины, что как-то вот, ну, как-то на чужбине где-то? Нет, везде русскую речь я слышу как-то нету. Как не уезжала. Зашла в магазин, что-то ищу. Проходит мужчина, по телефону разговаривает. И вот именно по-русски. Что-то жалуется как всегда. Я думаю, да ёлки-палки, как не уезжала. Вот что ты жалуешься? Да. Ну, вы бы не стали говорить ничего? А? Нет, я просто так вот… Отметила про себя, да? Да, про себя отметила. Очень много русских. Ну, так нет такого, чтобы матершина какая-то там? Такая культурная, говорят. Не культурная. Ну, а может, и могут матернуться, подумать, что их никто не понимает. Да, да. Мы когда только приехали, и народ был свежий, наших соотечественников было легко определить по тому, как они разговаривают друг с другом и с детьми. Они разговаривали недовольно и орали. На детей орали. И муж на жену там цикл. И она там что-то… Ну, то есть, вот какое-то такое близко к скандальному такое общение, нервозное такое, истерическое. Вот. А уже вот так оно потом уходит куда-то, народ успокаивается, и уже так попроще. Я сейчас не слышу. Вот куда бы мы ни пришли, где много наших, я не вижу, чтобы они вот именно так разговаривали. Вот. Особенно на детей орут. Ребенок, допустим, что-то хочет, они начинают на него там что-то такое, бочку катить. Здесь так не принято. Ну, у нас просто дети в этом плане молодцы, приучены. Они как-то спокойно. Кавказ. Они знают, что… Родители ваши чего говорят по поводу вашего уезда? В омороке родители. Громко говори, громко. На кого вы нас в омороке. Но мама уже сказала, когда увидела фотографии, там пальмы. Я говорю, да, мама, это Калифорния. Это как Турция. Так это понятно. Вот она говорит, ой, тогда я, наверное, приеду. Я уже загран тогда делаю. У папы есть, я его уже одного не пущу, вот, а с ним придется ехать. Молодые родители. Маме сколько? Я каждый раз путаю, сколько маме? Действительно. 53-го года сколько? 62. Ну тип меня мама. Хорошо. 62 года. А папе? Папе 59. Папа влачет. А папа-то точно как я. Ну, послушайте, значит, молодые родители. А у него вообще мама молодая. Силы есть, да? Пока силы есть, надо путешествовать. Да, мы тоже самое. Вот так, чтобы обустраивайтесь. Они приедут там с детками посидеть. Ну, так я думаю, потом они так и этот и скажут. Мы подумали, подумали. И решили вообще остаться. Да, да. Такой тоже. Вариант такой может быть. Ну, хорошо. Значит, давайте мы тогда будем прощаться с народом. Да. И что мы скажем на прощание-то? По-пионерски. По-пионерски. Да. Какой там лозунг? Всегда готов. Всегда, да. Будь готов всегда готов, да. То есть, так, к борьбе за дело. Конечно, конечно. Ну, хорошо. Значит, ребят, всем привет. И я хочу сказать, что, в общем, не так страшен черт, как его молюют. Вот тебе, пожалуйста, новички, две недели в стране. Абсолютно никакой паники, стресса остобового. Или стресс есть скрытый? Да нет как-то. Нет стресса. Ну, как-то так вот. Да. Вот. И потихонечку осваиваются. А вы к нам еще приходите. Обязательно. Правда? А еще детки приедут, покажите деток. Там вот Чагид три года. Да. Все. Значит, и тогда мы с вами не прощаемся. Хорошо? Все, ребят, счастливо. Мы не прощаемся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.